Всем привет, дорогие зрители! Вы на территории Перезла. И сейчас я хочу поговорить на одну достаточно важную, на самом деле, тему. Ахмат-Зенит 1.5. Давайте признаемся честно, как взрослые люди, которые... у которых есть мозг, которые умеют смотреть, а не надевать конъюнктурно, слепошарые очки. Этот матч мы купили. Откровенно так сказать, вот этот матч мы купили. Я не первый год смотрю за противостоянием Ахмата и Зенита. Но вот так, безвольно, в Грозном, они еще никогда на моей памяти не играли. Даже в той игре, когда Зенит выиграл 0-3 весной 13-го года, Терек не был таким. Он сопротивлялся и боролся. А здесь просто расступались перед кассирой, чтобы он забивал, забивал, еще раз забивал. Конечно, не все мячи такие, но вот первый гол, четвертый и пятый гол, это просто показательные моменты. Просто показательные моменты, что кассири позволили так без сопротивления забить. но это ярче-ярко говорит о том, что матч купили. Я знаю, как сопротивляется Ахмат. Я знаю, как Ахмат играет против Зенита обычно. Он играет далеко не так, просто отрывает ноги при полном попустительстве судьи. Мы в этом приказе могли убедиться на примере недавнего. Опять же, матч Ахмат-Зенит уже в чемпионате 24-25, когда Монтуана просто сломали. Просто сломали и теперь хрен знает, когда он становится. В майском матче 24-го года такого не было даже близко. Ахмат был каким-то на удивление покладистым, на удивление послушным. Соответственно, нас будут чморить потом вот этим матчем. Нам будут говорить, что если бы Ахмат тогда сыграл свою силу, то Зенит не дошло на свете. Не дошел бы до 6-ти чемпионов подряд. И в этом была бы своя правда, потому что тогда Зенит был, честно говоря, по игре откровенным говном. Не только в последних пяти матчах до встречи Ахмат-Зенит мало что смог создать в атаке. Забил всего лишь два мяча за пять матчей. Он и до этого забил атаку по очень большим праздникам. В трех играх со Спартаком, Оренбургом и Рубином. Игра с Рубином как раз начала пяти матчей вот в серии перед игрой Ахмат-Зенит. В этих трех играх Зенит забил всего лишь один мяч. В принципе, я видел тот Зенит, я смотрел на эти мучения, я понимал, что без покупки матча, без стимулирования Ахмата, чтобы они не спротивлялись, здесь никогда в жизни не дошел бы до золотой гонки. Матч Краснодар-Динамо был бы золотым в чистом виде, если бы тогда не было бы вот этой покупки игры Ахмат-Зенит. Но учитывая, что перед этим точно так же стимулировали рубин, факел, Динамо, ЦСКА запираться в автобус и не давать ничего создать Зениту, чтобы хотя бы так, хотя бы искусно говняшечками притормозить мне за эту покупку не сытно ни хуя. Сытно должно быть тем, кто спровоцировал нас на это. Сытно должно быть тем, кто давал своим командам ректо стимулировал соперника Зенита давать своим командам установки запираться в автобусе, при том, что тоже Динамо, например, очень любит играть в атаку и на контр-атаках у Зенита были бы железные шансы забить и выиграть. нолички тогда сыграл от обороны. Почему? Потому что ему так сказали. И еще отчасти совесть наша может быть чиста с той точки зрения, что вот как раз-таки недавний ноябрьский матч Ахмат-Зенит 1-2 мы пусть и на отскоках, пусть и на везение, но все-таки выиграли. И показали в первую очередь сами себе, что даже без покупок мы сильнее Ахмата. Конечно, в тот момент мы бы не были, скорее всего, сильнее Ахмата. Но если учесть, что в ноябрьском матче не вышла главная звезда осеннего Зенита 2020 Максим Глушенков можно еще как-то сравнивать вот этот матч и вот этот результат с игрой Зенита в сезоне 24-й Тоже на самом деле невзрачный матч. Три момента я говорил два момента, три момента там было еще ударом от столового три момента и два голова. Но все-таки победа. Все-таки мы показали сами себе, что можем даже без стимулирования, даже без договоренности обыгрывать Ахмат. Я вам хочу сказать одну вещь, дорогие зрители. Во-первых, не надо врать себе. Мы купили Ахмат в мае 24-го. Во-вторых, не надо это усыдиться. Враги, которые покупали вообще всех спирников зенитов, должны следиться в разы больше. Спасибо.